Степан Николаевич, ну наша сегодняшняя с вами тема разговора это озеро Байкал, его достаточно тревожное положение в связи с тем, что там, как мы знаем, находился долгие годы целлюлозно-бумажный комбинат и никак не могут подобрать экологически безопасный и одновременно эффективный проект ликвидации отходов его деятельности. Что вы можете рассказать по этому поводу? Ну, действительно, вот если мы посмотрим на историю, то Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат не работает уже с, если не память не имею, с 2012 или 2013 года. С 2012 года, да, но в 2012 он фактически вот уже прекращал свою деятельность, в 2013 он был полностью остановлен, и на территории комбината и рядом остались несколько вот так называемых крупных объектов накопленного экологического вреда. Одним из объектов, это целая серия объектов, это являются полигоны, куда свозились, соответственно, отходы вот этого производства целлюлоза-бумажного. Это богатой органикой такие остатки лигнина с золой в перемешку, значит, и все это накапливалось в так называемых картах-накопителях, то есть это некие бассейны, у которых есть достаточно твердое дно, то есть это еще было создано в Советском Союзе. И вот это целая система вот этих водоемов, которые между собой соединены перетоками, которые контролируют, соответственно, уровень воды в этих водоемах. И вот это один из основных, наверное, объектов, о которых сейчас идет речь. Второе, это так называемый черный щелок, то есть это высокощелочные растворы, тоже богатой органикой, они находятся прямо на территории комбината, в емкостях, в которых, соответственно, вот отходы еще с того времени, когда работал комбинат, поступали, соответственно, на хранение. Я хочу сказать, что, ну, задача в какой-то степени, ну, сложная, но сложность ее заключается не в сложности тех объектов, о которых я сказал, а сложность заключается в том, что рядом Байкала. И отсюда вот это вот пристальное внимание, естественно, и пристальное внимание и со стороны людей, населения, это пристальное внимание со стороны общественности, пристальное внимание со стороны и международному сообществу, в том числе ЮНЕСКО. Вот вы знаете, сейчас все время об этом говорят, и что сейчас будет визит ЮНЕСКО. Но на самом деле, в общем-то, в этих объектах нет что-то такого, ну, запредельно сложного, потому что, ну, вот если посмотри, даже фотографии, они в интернете есть. Внешне это похоже на обычные озера, там растут кувшинки, скажем, какие-то растения растут, там, значит, утки гнездятся и так далее. То есть вот наше представление, особенно мое, как я по специальности радиохимиком являюсь, да, мое представление о сложных, опасных объектах, особенно вот ядерного наследия, оно несколько другое, когда к объекту подойти нельзя, не то, что там какую-то, там, скажем, без защиты, там, хозяйственную деятельность проводить. Поэтому здесь объект, в принципе, рутинный. Такие объекты есть в мире, такие работы проводились в мире. Речь не идет о сверхтоксичных веществах, но еще раз повторяю, что проблема здесь заключается в том, что рядом находится Байкал, и, конечно, любое воздействие потенциальное, оно вот привлекает вот это внимание, естественно, и, ну, заставляет то, что называется, использовать наилучшие и доступные технологии для того, чтобы проводить очистку этого объекта. Опять же, для сравнения, я вам скажу, не так далеко, например, есть место Усолья-Сибирска, это большой комбинат, который на Ангаре находится, и, ну, по сложности, вот, скажем, то, что Усолья, да, с одной стороны, и с другой стороны, БЦБК – это абсолютно несоизмеримые, на самом деле, вещи. И по масштабам по своим, и по, значит, тому спектру, то, что мы видим в Усолье, скажем, это значительно более сложный объект по сравнению с БЦБК. – Так, и там решаются эти проблемы? – Там решаются эти проблемы, да, они значительно более, вот, как то, что я сказал, они значительно более масштабные, потому что там речь идет, в том числе, о загрязнении и самой почвы на достаточно большую глубину и подземных вод. Это все решается, там речь идет о, если говорить об Усолье-Сибирском, в основном это ртутное загрязнение, и там те технологии, которые, на самом деле, тоже существуют в мире демиркуризации, прежде всего, это термическое воздействие, которые просто отгон к ртути, соответственно, они там активно решаются. – Как вы думаете, вообще, когда было принято решение о строительстве вот этого целлюлозно-бумажного комбината, вообще были какие-то способы опротестовать это решение? Кто-то, может быть, выступал против? Зачем вообще его там построили? – Ну, смотрите, да, исходно, когда строился БЦБК, речь шла о, в том числе, оборонных заказах. Нужен был большой источник сверхчистой воды. И вот это основная причина, да, то есть, на самом деле, выбора-то было не так много, и это только вот уже, ну, как говорится, ну, не последние годы, последние десятилетия, наверное, когда БЦБК работал исключительно на, соответственно, просто, ну, пищебумажную промышленность. – По своему профилю. – По своему профилю. А так БЦБК, вот это производство этой целлюлозы, оно как раз требовалось для военных технологий, и требовалось большой источник пресной сверхчистой воды. – Степан Николаевич, ну, мы знаем, что Академия наук забраковала проект, который был предложен для ликвидации последствий деятельности этого комбината, потому что, видимо, там были экологические недоработки. – Нет, смотрите, там не совсем так, значит, я бы сказал даже, вернее, совсем не так, потому что… – Расскажите, как, на самом деле. – Значит, есть разные мнения в Академии наук, это все нормальная вещь. Каждый ученый, вы знаете, там два ученых, это три мнения обычно. Поэтому, на самом деле, несколько организаций научных, которые, советов, которые занимаются в той или иной степени проблемой Байкала, отдельно, значит, работают в этой области Сибирское отделение наук, отдельно работает наш совет. Наш совет, он включает примерно, ну, чуть меньше 60 человек. Из них, ну, большая часть, наверное, процентов 75 – это члены Российской Академии наук, шпионкоры и академики, причем работающие в разных областях. И вот, значит, нам на экспертизу было представлено, значит, технологические решения, которые предлагается использовать для, соответственно, территории БЦБК, прежде всего, очистки вот этих вот шлам легнинов. И в результате длительной достаточно экспертизы, куда мы привлекали экспертов внешних. Это там из институтов, кстати говоря, тоже и Сибирского отделения наук, это Институт химии в Иркутске, это Институт природопользования, это Русско-географическое общество, это Московский государственный университет. И те подходы, они на самом деле были одобрены. Другое дело, что нужно понимать, что вот то, что делает Российская Академия наук, мы никаким образом не подменяем нашу работу, значит, те обязательные для прохождения государственной экологической экспертизы, главная экспертиза. Мы не участвуем, в чем там периодически, как-то вот я в прессе слышу, мы не участвовали, не участвуем в организации каких-то конкурсов, в оценке бизнес-составляющей, коммерческой составляющей. То есть наша задача была как, ну, то, что поручено Российской Академией наук, сопровождение научное имя, то есть именно научная оценка. Все остальные вопросы мы не погружаемся, поэтому наша задача, это даже была работа не с конкретными потенциальными исполнителями этих работ, а в целом оценка тех подходов. А подходы, на самом деле, они, ну, в общем, обычные, это, значит, то, что применяется для подобного рода объектов, это либо, если речь идет о вот этих растворах, потому что, ну, понятно, там достаточно много воды, ее надо откачивать, и вода как раз попадает угрозу, потому что в случае, допустим, больших интенсивных осадков, либо, не дай бог, схода сели, как раз вода и, ну, потенциально может оказаться в Байкале. И это те технологии, которые, на самом деле, в водоподготовке рутинно используются. Это, естественно, мембранные всякие методы, например, обратный осмос, это фильтрация, это ионный обмен, это сорбционные методы. И в целом они позволяют очистить воду до очень-очень низких стояний, которые, ну, вот мы посещали в свое время, значит, там уже сейчас работа по уменьшению уровня надшламовых вод происходит, и главный инженер, который работает там, он говорит, вот смотрите, вот это вот то, что выходит, там вагончики стоят, внутри действительно идет работа, там на 40, по-моему, кубов, если у меня память не изменяет, то есть нужно было просто экстренно вот понизить этот уровень, чтобы, не дай бог, не перелилось. И он говорит, я готов, вот смотрите, идет вода, я готов ее выпить, да, то есть как бы это обдогом и говорит. Но пить не стал, да? Ну, другие сказали, что не надо пить, но на самом деле, вот смотрите, ведь дело в том, что вот тоже нормы, которые, и это тоже очень важная на самом деле задача научная, которая связана и с токсикологией, и с химией, и, в общем-то, наверное, и с технологиями, это то, что нормируется, значит, к поступлению в Байкал. Вот по этому поводу очень много, на самом деле, на самом деле очень много по этому поводу дискуссий, но, во-первых, нужно понимать, что вот полностью исключить какое-то поступление внешних источников, в том числе, невозможно, есть атмосфера, есть реки, которые стекают, да, в Байкал, например, та же самая Селенга, она, значит, течет к нам из Монголии, в том числе и из тех областей, где, значит, активно происходит и сельхозработа, да, все, что с этим связано, да, поступление вот этих удобрений, богатых фосфором, пестицидов, гербицидов, там же находится месторождение полезных ископаемых, полиметалла и так далее. Если мы посмотрим, то, что сливается в Байкал, вот благодаря речному стоку и атмосферному падению, это, на самом деле, в общем, достаточно приличное содержание, так я сказал бы, да, но при этом вот Байкал это переваривает, условно говоря, да. Вот нормы, которые сейчас, вопрос в их обосновании, прекрасно понимать о том, что вокруг Байкала все-таки есть города, есть населенные пункты, есть тот же самый Байкальск, где живет там, ну, если мне память не знает, ну, 30 тысяч человек, у которых есть коммунальные просто вот воды, да, которые, естественно, там очищаются, там современные вот эти коммунальные очистные сооружения, но мы не можем просто территорию Байкальской природной зоны целиком отселить оттуда население, это просто, ну, наверное, будет, мягко говоря, неправильно. Поэтому важнейшей задачей сейчас, над которой, на самом деле, ученые работают, должны работать, тут оценка реальных, да, цифр, что касается вот воды, я сказал, это достаточно такие рутинные, рутинные методы по очистке, по водоподготовке. Что касается вот этих осадков, то это либо, значит, превращение в почву грунт, то есть с помощью различных реагентов и с помощью различных, в том числе, бактерий, бактерий, причем эндемичных по отношению, эндемичных для Байкала, это превращение их в почву грунт, затем просто посадить сад, условно говоря, и сделать это такой, ну, в полном смысле слова, зеленой лужайкой. А те карты, где, значит, превышено содержание каких-то токсичных веществ, скажем, на хлороорганических соединений, это литификация, то есть это перевод в некую твердую субстанцию с помощью минеральных вяжущих составляющих, которая бы, грубо говоря, как камень бы закрепила всю вот эту вот, значит, субстанцию, и которая бы не позволяла растворяться под действием атмосферных осадков, пения подземными водами и так далее. В принципе, это вот те подходы, да, что касается литификации, которые в Росатоме активно, не только в Росатоме, вообще в мире приняты, например, для таких значительно более опасных объектов, как радиоактивные отходы, то есть мы инкапсулируем радиоактивные отходы в некие твердые субстанции, минералоподобные матрицы, цементы, битумы, стекла, которые как раз вот обеспечивают вот эту вот герметизацию, инкапсулирование вот этих отходов, и в случае попадания воды не позволяют растворяться и, соответственно, поступать там. Степан Николаевич, такой глобальный вопрос вам, как специалисту в этом вопросе. У меня есть ощущение, что человечество задыхается в собственных отходах. Как вы считаете, удастся ли нам, человечеству, решить эту проблему в глобальном смысле, не только применительно в Байкал? Ну, я думаю, что удастся. Во-первых, опыт очень многих стран, которые очень, так сказать, ответственно относятся к вопросам отходов, на самом деле об этом говорит. Это, скажем, те же самые скандинавские страны, где перерабатывается там, по-моему, 97% твердых бытовых отходов, так или иначе во вторичные продукты. Это тоже самое, там очень высокие цифры, скажем, по Швейцарии и так далее. Здесь все упирается, ну, естественно, в какую-то экономику, в создании инфраструктуры. Сейчас, на самом деле, по этому поводу очень много говорится. Создан, вы знаете, российский экологический оператор. Это компания, которая, цель которой наладить вот эту инфраструктуру по, в том числе, раздельному сбору, сортировке и различным способам переработки тех или иных отходов. В целом, ну, я хочу сказать, что, наверное, даже не, наверное, а любая деятельность человека, в том числе увеличение нашего комфорта, обеспечение электроэнергии, да, обеспечение тепла в домах, новые материалы, это, естественно, так или иначе приводит к какому-то образованию тех или иных количеств отходов. Здесь важно просто рассматривать конкретные технологии и технологии, то есть без отходов мы все равно, не может существовать человечество. Понятно, что любая наша деятельность приводит к отходам. Другое дело, что в зависимости от того, в каких секторах экономики конкретно, какие технологии, вот мы можем как-то на этом варьировать, да, то есть новые технологии, новые, по энергетике, это родная тема, это, соответственно, помимо альтернативных источников энергии, которые не приводят, и, вернее, в минимальной степени приводят к эмиссии газов, в том числе парниковых газов, нужно помнить о том, что есть ядерная энергетика. Это единственный высококонцентрированный зеленый источник электроэнергии. Но, опять же, возникает проблема радиоактивных отходов. Что с ними делать? На самом деле, сейчас, если мы посмотрим, то вот именно проблема радиоактивных отходов, не безопасность самих реакторов, она является ключевой проблемой. И новые подходы, которые позволяют фактически изменить всю парадигму ядерного топливного цикла, когда мы уходим от хранения и захоронения на сотни тысяч лет, миллион лет, мы переходим к сотне лет, когда мы выделяем, вот это то, где нужна химия, там, где нужна технология, мы выделяем те или иные долгоживущие компоненты из отработавшего топлива, и мы их опять направляем в реактор и там дожигаем. Вот такое полноценное замыкание. А на захоронение идет только то, что относительно недолго живет, с небольшими периодами полураспада. И, конечно, с точки зрения инженерных наук, с точки зрения геохимии, вот как-то гарантировать безопасность, с одной стороны, то, что будет считывать сто лет, и то, что будет считывать сто тысяч лет, это все-таки совсем другие истории. Вот, поэтому, на самом деле, конечно, здесь вот прежде всего нужно опираться на большую современную науку, и инженерные науки, и физика, и химия, и биология, они здесь, мне кажется, смогут сказать свое слово веское. Субтитры создавал DimaTorzok